В принципе, можно было бы здесь в цикле внутри условия if поставить оператор break. То есть в том случае, если мы нашли пару соответствующих символов, которые отличаются, мы можем сразу досрочно завершить цикл и дальше остальные символы не проверять. Мы уже поняли, что наша строка palindrome не является. То есть вот здесь можно добавить оператор break. Тогда иногда наша программа будет работать чуть-чуть быстрее. И будет выдавать ответ no чуть-чуть раньше. Есть еще один способ решить эту задачу. Он выглядит чуть-чуть короче. Идея следующая. Давайте просто явно построим строку, которая является копией нашей строки, только прочитанной справа налево. Это можно делать с помощью слайсов. Мы об этом говорили. То есть указываем двоеточие, двоеточие, минус один. Это наша строка, прочитанная в обратном направлении. И дальше просто сравним изначальную строку и полученную строку, прочитанную справа налево. Если они равны, то мы вводим yes. Если отличаются, то вводим no. Все просто и понятно. Но есть у этого вращения один небольшой недостаток. Заключается он в том, что мы здесь используем дополнительную память. То есть если у нас наша строка s, например, была какой-то большой, какой-то большой геном, 3 миллиарда символов, то нам нужно явным образом выделить память под еще одну строку такого же размера, то есть еще строку на 3 миллиарда символов, и явно хранить их и сравнивать по символу. В первом же, в предыдущем решении мы явным образом обратную строку не создавали. Значит, экономили память в два раза.